Вступительная кампания стартовала. Начиная со 2 мая в Беларуси началась регистрация для участия в централизованном тестировании. В Гродненской области будущих абитуриентов для получения пропуска ждут в областном центре Лиде и Волковыске. Причем для сдачи ЦТ место подачи документов на регистрацию принципиального значения не имеет. К примеру, абитуриент может зарегистрироваться в Лиде, а впоследствии проходить тесты в Гродно. Для регистрации необходимо прибыть в пункт регистрации, имея при себе только паспорт, пройти предварительную регистрацию, получить индивидуальный лицевой счет, с этим лицевым счетом пройти в банк, оплатить и обязательно вернуться к нам, для того, чтобы закончить регистрацию и получить пропуск. При необходимости зарегистрировать участника тестирования могут и его законные представители. В этом случае они должны иметь при себе свой паспорт, паспорт абитуриента и документ, который подтверждает уважительную причину отсутствия самого участника тестирования. Чаще всего это медицинская справка. В прошлую вступительную кампанию в Гродненской области зарегистрировались для прохождения ЦТ более 9 тысяч абитуриентов. Количество впоследствии не явившихся составило самые низкие по республике 2%. Первый день регистрации в Гродно прошел спокойно, ажиотажа не было. И все же специалисты рекомендуют не откладывать получение пропуска на экзамен на последний день. Есть примеры, когда приходит в последний день с просроченным паспортом. Соответственно, паспорт недействительный, зарегистрироваться в последний день нельзя. Второе, это когда абитуриент весь год готовился, вдруг обнаруживает, что по этой специальности в этом году набора нет. Ему нужно достаточно быстро сориентироваться, проанализировать, проконсультироваться, возможно, с родителями, для того, чтобы принять решение, на какую же все-таки специальность поступать. Какие сертификаты ему нужны, то есть на какие предметы регистрироваться. Напомним, что вступительная кампания 2017 пройдет со значительными изменениями. Вместо трех сертификатов абитуриенты получат четыре, ведь появилась возможность сдавать на один предмет больше. Продлен и срок самих сертификатов. Теперь они будут действовать два года. А у тех, кто по каким-либо уважительным причинам не сможет принять участие в централизованном тестировании в основной день, будет целых три резервных дня, чтобы сдать экзамен. Регистрация участников продлится до 1 июня. Регистрация началась 2 мая. Будет она у нас продолжаться в субботу 6 мая, 13 мая и 27 мая. И заканчивается 1 июня.